Баллов плюс. Лично, лично, друзья, вдумайтесь в эту цифру. Человек, который входит в топ рейтингов по доходам нашей ассоциации, уверенно, вот, в пятерку, в десятку, который зарабатывает миллион рублей плюс, друзья, или около 15 тысяч долларов. Серьезнейший результат. И кто на минутку, друзья, присоединился к нашей ассоциации пару месяцев назад. Плюс-минус, друзья. Вот такие есть истории большого и быстрого старта. И давайте теплыми аплодисментами, дружескими, поприветствуем человека-рекорд, человека-дела, человека-энергия Роберта Каликова. Роберт, включай микрофон, жги, братское сердце, наши аплодисменты. Твою честь. Спасибо, дорогой, уважаемый Петр. Меня хорошо слышно? Слышно, это прекрасно. Все отлично. Я искренне рад, счастлив быть среди вас, говорить сегодня. Сегодня я меньше волнуюсь, чувствую свое сердце гораздо лучше, потому что после первого выступления меня вот так вот мандражило, потому что, как я уже говорил, я до этого выступал впервые на большой аудитории Zoom. Это мое второе выступление, и оно более спокойное. Думаю, по третьему-четвертому разу я буду вообще абсолютно как родной этот экран. Что хочу сказать? Ребята, я сам занимаюсь духовными практиками, я духовный расстановщик, и я не верю в случайности. То есть я знаю, что случайностей не существует. И сегодня вот так совпало мое выступление, оно... Я не просил, чтобы поставить меня 5 декабря, но я выступаю 5 декабря, и хочу вас спросить. Вы знаете, какой сегодня международный праздник? Кто знает, напишите в чат, мне так вот, для себя, для статистики. Какой сегодня... Ну, без гугла. Кто-то знает, какой международный праздник сегодня? В чате не вижу, что кто-то писал. Я вам расскажу, сегодня что за праздник. Сегодня этот праздник один раз в год. Он утвержден в 90-е годы Организации Объединенных Наций. Сегодня Международный день волонтеров, добровольцев. Именно 5 декабря. И так случилось, что именно 5 декабря я выступаю в рамках Суперджамп, и сегодня такой для меня двойной праздник, потому что сегодня я после обеда пойду поздравлять своих волонтеров в рамках Международного дня. И вот сегодня утром... Вот здесь день сетевика, мы сегодня поговорим про сетевиков, и я скажу свою позицию по этому поводу. Так вот, хочу всех вас поздравить с этим праздником, потому что мы во многом волонтеры, и я сюда пришел во многом, потому что здесь есть волонтерская идея спасения мира, спасения экологии. И это одна из основных причин, почему я оказался здесь. Поэтому, ребят, мы не одиноки в этом мире, это точно. Есть такие волонтерские организации, их по всему миру очень много. Это многомиллионное движение международное. У нас в России это огромное движение. Я с 2007 года, вернее, с 2001 года, я 20 лет занимался до Супержампа волонтерским движением. Я являюсь основателем совместности с Натарой Владимировым. Сейчас у меня в команде я собрал всю нашу команду. Мы занимались профессионально развитием добровольческой организации. Вначале в нашем городе, потом в нашей республике Татарстан, в которой я живу. Сейчас наше движение всероссийское, общероссийское. И мы первые, одни из первых в стране в России зарегистрировали в 2007 году добровольческую организацию. То есть одно из первых. Поэтому то, чем мы занимаемся сейчас в рамках Супержампа, для меня абсолютно знакомо, понятно. И я здесь нашел еще большую идею, скажу прямо. Потому что мы еще в 2015 году поставили цель создать международную добровольческую организацию. Но скажу прямо, мне не хватило, наверное, таланта. Мне, наверное, не хватило опыта. И я не смог создать международную организацию. На Всероссийскую нас хватило, а вот на Международную не хватило. Признаюсь честно. И поэтому, когда здесь я вижу, что есть такие великолепные лидеры, как Владимир Довгань, как Петр Силкин, у которых есть эти знания, есть этот талант, чтобы объединить светлых людей по всему миру. Меня это очень радует. Прямо очень радует. И я от всей души влился в эту команду. И сейчас я могу, если в том выступлении я еще не мог сказать, сейчас я могу сказать, что это моя ассоциация, это моя организация. И я здесь всей душой и всем своим временем, всем своим фокусом внимания. Я отодвинул свой бизнес. Я 20 лет занимался бизнесом. Я сейчас передал его. Я основное время сейчас посвящаю и мысли, и идеи я посвящаю Суперджампу. Потому что я вижу за этим будущее. Я вижу, что здесь есть идея. И скажу честно, я, пусть будет ложка дегтя, я немножко разочарован в выступлении некоторых наших лидеров Суперджампа, потому что я слышу очень много разговоров про деньги. Деньги, 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 деньги. Людей не зажигает идея денег. Это зажигает, может быть, мост, но душу никогда не зажгет идея денег. А если мы говорим, что мы хотим объединить светлых людей, нам нужно продвигать идеи. А у нас гениальная, колоссальная идея заложена в Суперджампе. Мне тут же Нелли говорит, тебе легко говорить, Халиков, что у тебя про деньги, что это не самое главное. Я безусловно понимаю, что в рамках пирамиды масло, о чем мы с вами говорим в рамках обучения, что прежде чем говорить о сверхидее, про седьмую нашу идею по масло, нам нужно нижние потребности удовлетворить. Это физиологическую потребность, потребность безопасности. Но для этого много денег не надо. Объективно, для этого много денег не надо. Для этого не нужны миллионы. Чтобы покормить себя, прокормить детей, для того, чтобы жить достойно, для этого много денег не надо. И все гениальные люди человечества никогда не жили ради идеи. Ой, ради денег. Все жили ради идеи. Поэтому наша задача, в первую очередь я говорю про топ-лидеров, нам наша задача говорить про идеи. Вы слушайтесь, какая у нас гениальная идея. Через интеллект тренировки, я вчера специально выписал, это идея прямо на нашем сайте Суперджамп. Через интеллект тренировки Суперджамп, развивая в людях осознанность, вот это вторая причина, почему я здесь. Когда я услышал, что мы развиваем осознанность, потому что я в духовных практиках, я искал эти знания, я искал, как же можно стать осознанным. Я пришел через это к своему учителю Оша, потому что все великие гуру, все великие мастера говорят про осознанность. И мы в Суперджамп говорим именно про это. Мы развиваем осознанность. Мы остановим, а здесь вторая идея, которая в волонтерском движении, здесь она совпала с моей идеологией. Мы остановим уничтожение экосистемы Земли и спасем будущее наших детей и внуков. Потому что действительно, вот я сейчас живу в Татарстане, у нас два дня в декабре дожди идут. У нас дождь в декабре. Земля плачет уже. Ребят, ну все, мы уже до края довели нашу планету. При этом я как человек осознанный, сознательный, который долго занимался практикой, у меня нет иллюзий. И когда я говорю с умными людьми, у меня нет иллюзий, что Земля о себе не побеспокоится. Она прекрасно о себе побеспокоится. Она просто нас скинет, как в шеи себя. Она устроит там или потоп, или какое-нибудь землетрясение, как абсолютно бестолковых, несознательных людей. И будем все заново начинать с неандертальцев в новой реинкарнации. Но я не хочу, мы уже это проходили, ребят. Ну вот, если заглянуть в наше будущее, у нас уже были потопы, у нас уже были кометы, когда нас как в шеи скидывали отсюда, как бестолковых, которые не умеют, не понимают, что они делают. Пора просыпаться. Я не хочу опять начинать с неандертальцев вместе с вами. Я хочу поиграть дальше в эту игру. Мы уже слишком много времени прожили, чтобы опять начинать все заново. И я не хочу, чтобы мои внуки начинались с неандертальцев, потому что земля нас просто скинет. Она плачет, она же кричит. Поэтому, ребят, я с одной стороны, когда из целей моего сегодняшнего выступления, это мы, я уверен, мы через осознанность, мы очень быстро через вот это развитие, через суперджамп, мы добьемся тех целей, которые мы ставим. Но я вас призываю, ребят, помимо того, что мы через суперджамп, через осознанность тренируем, но это, по мне, так это долго, пока мы пробудем всех людей. Потому что осознанность, я как человек, который долгое время практикует медитации, оши-медитации, я понимаю, что это надо натренировать. Это годы. Чтобы человек стал осознан, это годы. Это можно стать осознанным там на 5-10-20 минут в день, на 40 минут в день, но чтобы человек был осознан каждую минуту, это годы тренировок. Поэтому мой к вам призыв, я последний раз на последнем выступлении говорил, давайте мы будем начнем выходить. Вот следующее воскресенье я вас всех призываю под общим хэштегом «Чистая планета» начнем выходить, особенно те, кто живут в южных регионах, где снегов нет, выходить и убирать мусор вокруг себя. Потому что я вот год занимаюсь у нас в Елабе этим делом, у нас ужас. У нас мусор перед, у нас во дворах мусор. Вот прям, не то, что там где-то в лесах, в полях, у нас прям вот во двор себе к себе выходишь, в девятиэтажке. И у нас срач в любом дворе России, я не знаю там где, как у нас в Казахстане дела, как у нас в Киргизии дела, но думаю, что примерно так же. Общий Советский Союз у нас, хотя может быть я ошибаюсь, знаю, что в Германии, например, по-другому, знаю, что, например, там в Швейцарии по-другому, но в России, в странах СНГ, вот замечательно, Расул Пишев, что в Турции нет мусора, прекрасно, здорово, поэтому красавцы. Но у нас в странах СНГ, в России в частности, надо выходить, ребят, надо чистить, надо своим собственным примером здесь и сейчас показывать пример. И вот я поставил цель, что у нас, мы начинали весной, у нас было пять человек, потому что в следующую весну у нас в Елабге вышло 300 человек. У нас сейчас уже у меня в диалоге 40, я думаю, что к весне я наберу 300 человек, именно благодаря Супержампу. Всех своих учеников мы вот сейчас аккумулируемся, и я прошу, поддержите меня, как братья, как сестры, давайте раз в две недели по воскресенье выходим и своим собственным примером начинаем очищать планету. Я вас благодарю за поддержку, я вижу здесь, вы пишете, искренне благодарен, давайте начнем это делать, потому что волонтеры не справляются. И второй очень важный момент, касательно, который я сегодня хочу донести, у нас действительно очень, вернее, там есть несколько моментов, я для себя отметил, какую идею я хочу сегодня донести. Я очень благодарен Петру Силкину, Владимиру Довганю за то, что они создали этот великолепный продукт. У нас с вами очень гениальная идея, очень гениальная конструкция, которая по своей идее закрывает, мы реально людей делаем счастливыми, мы реально людей делаем счастливыми. Знаете почему? Я вам сейчас покажу. Я очень люблю русский язык, он очень мудр и очень глубок по своей сути, хотя я татарин, я чистокровный татарин в семи поколениях, но я очень, я думаю на русском языке и я люблю русский язык. Так вот, мы все хотим быть счастливыми, и все люди хотят быть счастливыми. Сейчас я вам расстрою, я сам к этому пришел, это моя, если вы где-то найдете меня, поправите, но вот про то, что я вам хочу рассказать, про секреты счастья. Мы же все хотим быть счастливыми, мы людей учим быть счастливыми. А что значит быть счастливым? И почему Суперджамп нам помогает быть счастливыми? Вот само слово счастье зашито в самом слове счастье. Счастье. И в этом гениальность русского языка. Таких языков в мире всего несколько. Это китайский, это иврит, это русский язык. Смотрите, первое, и почему Суперджамп гениален в своей идее? Мы закрываем практически все смыслы счастья. Первый смысл счастья, зашитый в самом слове, сей час. То, что если человек умеет быть сей час, он счастлив. Это первый смысл слова счастье. А мы через Суперджамп, через осознанность учим людей быть сейчас. А значит, мы учим людей быть счастливыми. Второй смысл счастья, закрытый в самом слове счастье, счастье, соучастие, второй смысл счастья, это соучастие в жизни других. Только тогда человек будет счастлив, когда он соучаствует в жизни других. А мы с вами ровно это и делаем. Мы, вся идея Суперджампа в том, что мы соучаствуем в жизни других. Мы помогаем им расти в знаниях, мы помогаем самим себе, сами развиваемся. Поэтому мы помогаем своим близким, своим состоянием добра, света, счастья. Поэтому мы закрываем и второй смысл счастья. И в этом гениальность. Мало какая идея, мало какая концепция закрывает все смыслы счастья. Есть еще третий смысл счастья. И вот здесь вот я вчера слушал выступление, у нас, по-моему, Яровой выступал. И он проговорил, что в его команде есть женщина, которая занимается целительством, практиками. И что в Суперджампе она нашла еще большее в плане от исцеления механизмы. На самом деле я здесь не соглашусь. Я не буду, я буду лукавить, если я скажу, что у нас наш Суперджамп закрывает полностью третий смысл счастья. А я вам сейчас его напишу. Третий смысл счастья – собрать части я. Третий смысл счастья – собрать части себя. То есть я как человек, который занимается коучингом, психотерапией. Я знаю множество техник. В основном это расстановки, в основном это телесные практики, медитации, звукотерапия. Я как раз собираю части людей. Поэтому в Суперджампе я, знаете, что увидел? Чем занимается Суперджамп? Мы, вот если человека представить как автомобиль, мы даем бензин. Мы даем бензин, чтобы этот автомобиль мог бесконечно долго ехать. Хотя я даже вчера подумал, мы не бензин даем. Мы устанавливаем солнечную батарею на этот автомобиль. И этот автомобиль может ехать далеко, мощно. То есть мы даем ему мощную подзарядку. И в этом гениальность Суперджампа. То есть мы закрываем все три смысла счастья. Мы реально людей делаем счастливыми. Реально делаем счастливыми. Я вам показал на примере самого слова «счастье». Поэтому мы занимаемся очень большим, великим делом. Единственное, здесь могу сказать, чтобы иллюзий все-таки не было, чтобы мы не обесценивали работу коучей, психологов, психотерапевтов. Суперджамп, да, дает он батарею. Безусловно, он дает мощный аккумулятор для движения. Но если к вам пришли ребята без двигателя, без колес, к сожалению, Суперджамп не всегда может. Например, такой жесткий пример, женщина после изнасилования. Ну, к сожалению, не сможет Суперджамп в таких тяжелых ситуациях справиться. Или там раковый больной на последней стадии. Тем более, что мы всегда, я сейчас четко понимаю, что здоровье – это всегда про разговор тела своей душой. Так вот, это я к чему говорю. Ребят, тренеры, развивайтесь. Суперджамп здорово, но есть еще техники, что вы не только давали солнечную батарею, но вы еще были способны и в тяжелых, в тяжелейших ситуациях людям помогать. Поэтому не останавливайтесь на развитии сами, как тренеры. Суперджамп – это гениальная идея. Я ее, я признаю, как коуч, это гениально. Но если человек без движка, вы не сможете Суперджампом только обойтись. Поэтому развивайтесь, двигайтесь. И своей команде, вот я тоже сейчас ставлю это как задачу, чтобы развивались как мастера. Если кто-то хочет двигаться выше, в том числе и в рамках Суперджампа, действительно помогать всесторонне людям. Но, как я вот здесь опишу, соучастие, вот это вот действительно, вот это ключевой смысл счастья, который закрывает Суперджамп. Мы соучаствуем. Потому что, если вы проанализируете свои самые яркие моменты, когда вы были в жизни счастливы, по-настоящему глубоко, только в те моменты, когда вы соучаствовали в жизни других, как минимум в жизни своих детей и своей семьи, ну и те, кому удалось соучаствовать в жизни абсолютно незнакомых, а уж тем более в жизни города, в жизни страны, ну это вверх счастья. Поэтому мы с вами действительно делаем великое дело. И я счастлив, что мы сейчас занимаемся еще одним очень важным делом. Мы впервые в истории, я историк по образованию, мы впервые в истории человечества, а я изучал общественные организации, профессионально изучал, мы занимаемся объединением педагогов. Людей света, людей служения. Никто никогда этим не занимался, чтобы по всему миру объединять людей служения. Поэтому здесь написали по поводу, как сетевиков, ну я при всем уважении, при всей любви к вам, дорогие братья и сестры, сетевики, я все-таки за то, чтобы мы должны объединять. Сетевики – это хорошо, это люди с опытом, это все замечательно, но мы должны объединять и цель ставить, объединять педагогов, тренеров, брахманов, людей духовных, потому что по-настоящему пойдут за ними. Потому что те, кто… Сетевики, ну, если мы вспомним, я думаю, что большая часть из вас знакомы с системой кастового деления. До сих пор в Индии есть кастовое деление, и там живут согласно кастовой системе. Так вот, когда Владимир Догвин говорит о том, что мы и последние станут первыми, а и цитирует цитату из Библии, речь идет о чем? Никогда в истории человечества последними, вот с точки зрения каст, последние у нас учителя. В финансовом плане здесь я с ним абсолютно согласен. У нас учителя, с точки зрения каст, они первые, это брахманы. А вот с точки зрения финансов, они последние. И это целенаправленный механизм управления манипуляцией. А у нас вторая, третья, четвертая, у нас четыре касты и пятая. Это воры, бандиты. Вот у нас долгое время воры и бандиты, с точки зрения финансовой лестницы, в 90-е, я думаю, вы все помните, у нас воры и бандиты были на верхушке социальной лестницы финансовой. На четвертой касте я сразу же пробегусь, почему я считаю, что нам нужно объединять учителей, коучей, врачей, деятелей культур, духовных лидеров, потому что это... И чем они отличаются от этих всех трех? И почему я говорю, что нам нужно меньше говорить про деньги? Это безусловно важно. Но вот эти три касты, в том числе и сетевики, а сетевики – это третья каста, если брать снизу, это деятели ума, это бизнесмены. Здесь бизнесмены, здесь у нас войны, это политики, и здесь у нас земледельцы, это, ну там всякие агрохолдинги, это все туда. Вот эти три касты объединяет стремление, их основной мотив – это власть и деньги. Ну то есть для воинов, это те же политики, у них основной инструмент и основное стремление – это к власти и деньгам. И только у первой касты, только у учителей, брахманов, у них стремление к служению. Вот у этих, ну у воинов отчасти есть служение, но в основной массе так уж оно. А вот эти занимаются служением. И я вижу, и вот это зацепило меня в суперджампе, и я вижу среди вас, я сейчас вижу, кто присоединяется, я вижу большую часть людей в служении. И я честно скажу, я рад, что у нас сейчас поменялась с декабря система, у нас перестали на халяву давать миллионы. Потому что тем самым мы притягивали тех людей, которые сюда приходили в первую очередь за деньгами. Мы не финансовая пирамида, мы не финансовый какой-то там институт, куда можно вложить деньги, мы про то, чтобы объединить людей света для того, чтобы стать осознанными и через осознанность исцелить землю. Потому что она плачет и погибает. Поэтому нам в первую очередь нужны люди, служение, нам нужны духовные люди. И я счастлив, что такие люди сюда приходят. Я наблюдаю за тем, кто у нас добавляется. Буквально позавчера парень пишет, йога-терапевт, он на гвозди ставит и так далее. То есть я вижу брата в этом плане. Это человек в служении, если он притягивает, значит мы делаем верное дело. Абсолютно верное. Поэтому единственное, вот еще один момент, что доказывает, почему мы про деньги. Петр, ты великолепный лидер, ты великолепный управленец. Но почему? Я вчера ждал, что в первую очередь мы будем говорить про зажженные сердца в ноябре. Почему я не знаю до сих пор, сколько зажженных сердец в ноябре, но я знаю, какие большие чеки у нас. Вот это ложка дегтя в бочку меда. Я считаю, что в первую очередь, сколько сердец мы зажгли в ноябре, а уж потом какой мы чек заработали. И таблицы ноября до сих пор нет. Хотя по мне так вот важно, сколько мы в ноябре с вами сожгли сердец. Тысячу, полторы тысячи, две тысячи. Я до сих пор не знаю, сколько вообще интеллект тренеров, сколько мы зажгли сердец. У кого не спрошу, все примерно-примерно. Зато мы чеки точно считаем с вами. Извините за эмоциональность, но я считаю, нам нужно говорить про идею. Нам нужно объединять идеи. Деньги это само собой разумеется, как в притче про... Вот даже вчера Яровой отличную притчу привел про строителей храма. Но он не акцентировал внимание в этой притче. Помните, да, кто вчера был? Я думаю, что большая часть из вас была. То есть один строит ради того, что просто он как раб камни таскает. И он, как только будет возможность, сбежит. Второй строит, потому что он деньги зарабатывает. И как только деньги кончатся, он сбежит. И только третий строил храм. Я храм строю. И этот не сбежит. Потому что он за идею строит. И я хочу, чтобы мы объединялись, в первую очередь, вокруг идеи. Чтобы даже если денег не было, мы продолжали это делать. Потому что деньги это второстепенно, они придут. И я на своей жизни доказываю, у меня нет папы, миллиардера, миллионера. Но при этом у меня шикарный дом. Потому что я 20 лет занимался добровольцем. Когда мы пять друзей начинали заниматься бизнесом, я один занимался волонтерством, а четверо занимались только зарабатыванием денег. В итоге я один из пяти остался. Потому что я занимался добровольцем. Потому что я четко понимал, что нужно отдавать, как в любой религии записано, нужно всегда отдавать часть заработан. Только тогда ты будешь зарабатывать. Поэтому я благодарю Владимира Довганя. Благодаря ему у меня родилась сверхидея, сверхцель. Мне понравилось, он на одном из последних выступлений говорил, что он сейчас зарабатывает, и он хочет в рамках Суперджампа организовать премию наподобие Нобелевской, чтобы поддерживать лучших учителей по всему миру. Супер, гениально. Мне очень понравилась эта идея. Я дальше начал думать, что я могу сделать в рамках этой идеи. И я начал думать, а я занимаюсь же общественными организациями. А я запущу премию. Вот я зарабатываю, у меня сейчас сверхцель, ради того, чтобы запустить международную премию поддержки общественных организаций. И, прежде всего, экологических организаций. Чтобы в начале, в своем городе, сегодня 5 декабря, я человек в слово, как сказал Петр Силкин, вот сегодня 5 декабря, я пойду на вручение, и я сегодня объявлю о том, что я запускаю пока городской конкурс на лучшую общественную организацию, и в частности буду поддерживать экологов. Уже сегодня я это объявлю. Мы обкатаем, и уже в этом году я объявлю общереспубликанский конкурс. Мы обкатаем на уровне республики в поддержку общественных организаций. И уже на следующий год, я специально это говорю в эфир, чтобы потом вы могли мне сказать, Роберт, помнишь, ты говорил? А на следующий год, ну, край концу года, я объявлю общероссийский конкурс, вовремя мы со своей командой объявим. Я не буду неправильно сказан. Чтобы, потому что ждать, что я там когда-то что-то сделал. Нет, я вот сегодня пойду и заявлю, я уже даже нашел, у меня эти команды меня поддержали. То есть, поэтому, ребят, важная идея. Хотите зарабатывать большие деньги с точки зрения вселенной, они пойдут только тогда, когда у вас будет сверхидея, сверхцель, о чем мы учим в рамках Суперджампа. Иначе получится, я вас уверяю, если не будет, если вам придут деньги, но у вас не будет сверхцели, как придут, так и уйдут. Это проверено многократно, проверена история. Или же, как, вот посмотрите, кто не смотрел мультик, советский мультик про дракона, убить дракона называется. Когда приходили свергнуть царя, свергнуть дракона, и там спрашивает, визит, ты зачем пришел? Я хочу свергнуть дракона, а почему у тебя мешки? А я хочу его золото забрать. Или второго спрашивают, а ты зачем пришел? А я хочу дракона свергнуть, а почему у тебя слуги рядом с тобой? А я хочу вместо него править. И потом третий дракон, третий воин, который пришел убивать дракона, его спрашивает, визит, даже его не спрашивают, ему черепаха говорит, смотри в себя, смотри внутрь себя, иначе ты станешь этим же драконом. Так вот, мы можем с вами сейчас говорить о том, что мы против потребительства, идеи потребительства, но как только, я вас уверяю, мало кто выдерживает медь, мало кто выдерживает миллиарды долларов, и уж тем более миллионы и миллиарды долларов. И очень велика вероятность стать этим же драконом. Боремся за одно, и поэтому, ребят, только сверхидея должна двигать каждого из нас. Поэтому я хочу слышать от топ-лидеров в первую очередь о ваших сверхидеях. Ради чего? Для чего вы зарабатываете ваши деньги? Для чего вам нужны эти сверхмиллионы и миллиарды? Хватит говорить только про деньги. Я уже пришел, я в 24 года стал самым молодым политиком. Я думал, что я смогу изменить там, но я-то оттуда ушел, меня вынесло оттуда, потому что там только про власть, там только про деньги. Я покрылся весь цариазом и ушел из политики. И когда меня второй раз приглашали депутаты, я сказал, нет уж, увольте, хватит, я вижу, чем вы тут занимаетесь. И сюда я пришел, не миллиарды, я сразу Владимиру Викторовичу сказал, что я не за миллионами пришел. Слава богу, реально у меня все есть. У меня есть, потому что всегда была идея. Потому что я 20 лет занимался добровольчеством. И я стану миллиардером. Знаете, почему я стану миллиардером? Потому что, как сказал Владимир Викторович, только у кого есть миллиарды, того слушают. Хорошо, раз только слушают этих, значит, будем миллиардерами, чтобы нас услышали, чтобы собственным примером показывать. И я специально об этом говорю, что вы потом, вы, братья и сестры, мне сказали, помнишь, ты говорил, что мне нужно стать драконом. И вы, я рассчитываю на вашу помощь в том числе. Мы не должны стать этими драконами, которые ради денег, у которых хотят заработать миллиарды, чтобы потом в итоге на яхтах кататься, как драконы, которые сейчас владеют этими миллиардами. Ох, что-то я это. В общем, люблю вас, дорогие. Я счастлив быть вместе с вами. Я счастлив быть с вами в одной команде. Я вижу в вас действительно светлых, великих наставников, учителей, которые реально меняют мир. Не на словах, а реально. И я с вами всей душой, всем сердцем обнимаю, люблю, не буду больше задерживать внимание. Летите, зажигать сердца. Искренне ваш. Петр, с большим удовольствием, извини за то, что напал по поводу того, что нет... Петр, все прекрасно. У нас свобода слова не просто декларируется. Каждый лидер, друзья, которому дается трибуна, может высказываться. И главное, оставить свою идею, главное, делиться своими мыслями, друзья. Все делается во благо, в рост и в развитие, друзья. И важна гармония духовного и материального. И суперджамп это то место, где встречаются две эти стихии, очень разные, очень по-своему сложные, но в простых действиях, в правильных руках, друзья, в сильных, больших людях, лидерах. Вот это преобразуется в светлую, добрую энергию, друзья. Знаниями, улучшая мир, даем позитив в пространство, окружающим людям и делаем самое важное и прекрасное дело на Земле. Зарабатывая очень большие деньги, друзья, они будут становиться еще и еще больше, потому что делаем правильное дело. И приносим огромную пользу и решаем огромное количество задач, которые нужно решать, друзья. Всем огромная благодарность за сегодняшний эфир. Давайте поблагодарим Роберта Халикова за его искренность, прямоту, силу, энергию. Роберт, большое спасибо за такие светлые, добрые призывы. уверен абсолютно. Каждый сделает ВВД и начнет с территории, которая рядом с ним. И делаем вместе большое-большое дело, друзья. Запускаем обратный космический отчет к новым победам, к новым достижениям, к новым ярчайшим зажжетным сердцам. Опять.